Поставил перед собой задачу работать в политике 5 лет. Потом могу пропасть с первых позиций, потому что я допускаю, что я могу быть не воспринят людьми, непопулярным политиком. Какой-то элемент я себе такого все-таки оставляю. Хотя в жизни за что не брался, все получалось. А 5 лет я тебе буду участвовать во всех выборах, какие только будут. В Украине, в местных, в парламентских, президентских и так далее. К этому меня уже будет подталкивать то, что 28 ноября мы организовываем партию. И я надеюсь возглавить эту партию. Я надеюсь, что мы ее очень серьезно изменим. И чем можно будет помочь? Вы знаете, партия будет работать по нескольким направлениям. Будет структура партийная. И внутри партии это будут те люди, которые хотят заниматься политикой, активно хотят заниматься политикой, хотят становиться депутатами разных уровней, принимать участие в работе государственных органов, на которые, я уверен, мы будем претендовать для того, чтобы реализовывать свое видение страны, свою политику. Часть людей будет находиться в общественных организациях. Мы точно будем работать с молодежными организациями, мы точно будем работать с организациями предпринимателей, мы точно будем работать с экологическими объединениями. Вот три направления для нас будут очень важны. Если вы примкнете одному из таких направлений, то это тоже мы можем нормально сотрудничать. И будет еще одна интересная форма сотрудничества, это клубы. Скажем, тот, кто не хочет быть ни в политике, не хочет быть в общественной организации, он может просто от нас получить разрешение, организовать клуб и на время выборов просто поддерживать нас словом, звонком каким-то или разнося наши материалы. Я скажу так, что роль в реформировании государства и власти людей ключевая. Более того, я скажу, что если политики очень сильно отрываются от людей, далеко уходят, никакие позитивные изменения невозможно провести в стране. Особенно если это касается непопулярных вещей. Скажем, у нас впереди достаточно много непопулярных решений. Каким образом делать, как подключать людей? Ну, во-первых, будут много выборов всяких, референдумов. И люди своим волей и заявлением будут поддерживать тех политиков, те идеи, которые ими нормально воспринимаются. И вот это будет, наверное, самое большое, самое правильное и спокойное участие. Не хотелось бы, чтобы народ шел на какие-то революции. Хотелось бы эволюции. Мы являемся частью Европы. Хотелось бы, чтобы все вопросы решались здесь. Но если не получается что-то решить, то люди, конечно, могут обращаться и в европейские организации. И мы должны там присутствовать, и мы должны соответствовать тем же европейцам. У нас пока что внешнее такое политическое направление – это Европейский союз. И мы потихонечку должны двигаться к его стандартам. Действительно, это есть. И в данном случае, мне кажется, что мы ведем себя абсолютно нерационально. Часто это носит и политический характер. Понятно, что всем хотелось бы, чтобы поменьше агитировали. И, скажем, то, что делает сейчас Кабинет, министр предлагает, что мы отметили 10 дней рождественские и новогодние праздники. Ну, наверное, в момент кризиса не самая хорошая идея. Я хочу сказать вам, как экономист, что каждый выходной – это недопоступление в бюджет. Конкретное недопоступление в бюджет. Поэтому, я думаю, что с этим мнением я бы согласился. Когда-то занимался на спортбазе Нистру футболом. Это в Кишиневе было. Болельщик. Очень люблю смотреть классный футбол. Особенно смотрю за английской премьер-лигой. Ключевые матчи там просто великолепные. Сам пока, вернее, сейчас не играю, потому что такая контактная игра. И я вижу, что на уровне любителей достаточно много травм. Не хотелось бы сейчас травмироваться. А так, я считаю, что очень интересная игра. В свое время я возглавлял федерацию футбола Днепропетровской области. Активно принимал участие в покупке футбольного клуба «Днепр» «Приватбанком». С покойным Вишневским Ваней и с Петром Кутузовым сделали еще две молодежные команды под Днепром, Днепропетровском. То есть я этому уделял достаточно большое внимание. И прекрасно понимаю, понимая социальную значимость футбола. Все-таки на нем помешаны достаточно много украинцев. Но самое главное, что это нравится пацанам. И массово можно привлекать к этому делу. То, что было раньше, кожаный мяч, вот такие массовые игры непрофессиональных команд. Я считаю, что это здорово. Это очень правильно. Когда-то я играл в футбол, вы знаете, даже командой Национального банка. Мы играли с ребятами, которым удалось победить наркозависимость. И вот тогда мы еле-еле у них выиграли, командой Национального банка. Но, вы знаете, очень хорошо все воспринималось людьми, зрителями и так далее. Вы знаете, я хотел бы даже усилить эту конституцию. У нас постоянно в стране, даже до 2004 года, была проблема отношений премьера и президента. Я считаю, что эти две позиции было бы неплохо совместить. Я считаю, что президент должен реально влиять и реально влиять на формирование правительства, вплоть до того, что он должен сам возглавлять правительство. Точно так же, как в Соединенных Штатах, точно так же, скажем, как во Франции. Это будет настоящая такая президентская республика. Если это не получится, то я скажу, что тогда у президента будет сложная задача, потому что ему опять надо будет консультироваться с большинством фракций. Они будут выставлять свои претензии по людям, которые должны возглавлять правительство. Мы получим опять рыхлую такую власть, которая не сможет жестко отвечать на те вызовы, которые сегодня есть перед страной. Я боюсь, мы будем терять свою конкурентоспособность, не будем становиться сильнее, интереснее для инвесторов, для своих производителей. Кого подавать, если бы подавал? Есть достаточно много у нас людей, которые могут. Я сегодня не могу их называть, потому что кое-кто находится во власти и сидит сегодня, находится на должности. Но такие люди есть. Брал бы новых, достаточно современных, хорошо подготовленных и таких, знаете, конструктивных, которые что-то за собой уже оставляли, что-то уже показывали в работе. Я смеюсь, что я бросил курить в 8 лет. Вот начал в 8 лет, как сейчас помню, мы еще с несколькими друзьями, такими же, как и я, насобирали окурков, пошли, обкурились так, что мне стало плохо, и вот с того времени я перестал курить, накурился одним разом. Я думаю, что это все-таки дело выбора человека. Каждый сам должен решать, хочет ли он или нет этим заниматься. Некоторым людям это помогает, и я вижу, что они делают это с большим удовольствием. Но при этом я считаю, что государство должно все сделать, чтобы все-таки этих людей становилось меньше. Я считаю, что нужен запрет на курение в общественных местах. Я считаю, что то, что мы будем запрещать рекламу табачных изделий, это тоже нормально делать все, чтобы дети начинали заниматься спортом, потому что люди незаметно втягиваются в это дело, а потом действительно серьезно страдают, потому что не хватает или времени, или силы воли просто взять или вылечиться от этой зависимости, просто бросить. Поэтому, знаете, лучше, чтобы это вообще не начиналось. Что делать? Спорт. Прежде всего, спорт. Это хорошо. Если будет президент не курящий, это тоже неплохо.